И Гульдана Альмуханбетова Даняна, вы видите, что это представительница Монголии, будет бороться сейчас за свою золотую награду. Весовая категория до 54 килограммов, друзья. Ее соперница из Монголии, Боярма Нехит Баатар. С таким очень сложным именем соперница. Будем надеяться, что борьбу на не такую сложную навяжет нашей спортсменке Гульдана. Она 1994 года рождения, буквально недавно отметила свой очередной личный праздник 18 сентября. Ну и сейчас вы слышите, как наши тренеры буквально введут свою подопечную. Гульдана Альмуханбетова бас Казахстан облысының самбо мектебінің пилегі. Семьleg Гульдана Альмуханбетова бас Казахстан облыс Per Nations Есей бас Казахстан облысovich, комбан 커�мointестный тренеры. Миколаевич, он заслуженный тренер Республики Казахстан по самбо в первую очередь. Он был главным тренером сборной Казахстана по самбо. И сейчас в данный момент тренер тренирует женщин в основном. И в дзюдо, и в самбо. И там, и там тренирует. Да, три схватки. Третья по счету уже для Гульдана на этом чемпионате мира. Хороший фрик провела. Заработала один балл. В первой схватке она выиграла у представительницы Молдовы. Затем была сильнее Алина Бикужинова из Российской Федерации самбо. И сейчас нужно забирать свою золотую медаль. Ну, будем надеяться, теперь она не будет, она не уйдет в глухую защиту. Будет как боролась, так и бороться. Да, конечно, преимущество небольшое. Да, преимущество, да. Счет очень скользкий. И времени еще достаточно, в принципе. И надо как бы не останавливаться на этом. Надо прибавлять. В принципе, ну, мое мнение, соперник проходимый. Можно выиграть спокойно. Здесь мы увидим сейчас национальный слаг наш, главный тренер сборной Казахстана Иманхан Биржан. И старший тренер женской сборной Казахстана Куралбай Урамбасар. И сейчас вот тренерский состав, сейчас новый поменялся. И вот последние два года вот на международных соревнованиях неплохо выступает. Будем надеяться, и... А вот второй балл заработало. 2-0 пока счет выигрывает. Вот это вот, фехтование, вот это вот не надо. Надо взять свой захват, отключить и контролировать надо. Монголки очень опасные, да, как правило? У них силовая борьба, видите, сейчас в портере. Могут оценить два балла. Нет, не оценили. Но продолжает свою линию гнуть. Наша соперница. Нихит Баатар. Нихит Баатар. Надо до конца, до последней секунды бороться, потому что расслабляться нельзя. Там долей секунды можно пропустить бросок. Тем более такой скользкий счет. Если сейчас, допустим, пропустишь двупальный бросок, еще по качеству можно проиграть уже схватку. Здесь какие в борьбе, да, оценивается последнее действие и качество. Один балл пропустило. Да, здесь, если вот, допустим, по одному баллу зарабатывают спортсмены, кто последний балл заработал, то тому победу присуждает. А если, допустим, счет 2-2, там уже качество. Кто двупальный бросок сделал, тому победу присуждает. Да, поэтому, как вот говорит наш гость, Асалбек Алькеев, нужно быть осторожным, бороться до конца. Здесь вот левую руку отключило, теперь надо ей правую, потому что сейчас непонятно, в какую сторону будет атаковать. Надо обе руки отключать, желательно. И вот тренер подсказывает, двигаться надо, двигаться, не надо стоять. Если будет стоять, то в любой момент подвернется. Ну и хорошо держит на дистанции соперницу. В портре надо работать сейчас. Самбиска. Время тянуть надо. Посматривает на время. Здесь Нихита Баатар понимает, что все меньше и меньше остается у нее для высшей ступени пятистала подсчета. По три минуты. Вторым номером работают бульданы. А тут еще времени достаточно, минута двадцать. Тут надо, как бы, позицию взять в свои руки. Ну, расслабляться вообще нельзя, но там психологически по-любому человек, когда остается там считанные секунды, там расслабляется. Это десять секунд, пять секунд, и вот эта ошибка вот на последних секундах обычно падает. Ну и, видимо, что Монголка пытается готовить атаку. Да, не удается и хорошо держит оборону Мухаммедова. Но, тем не менее, один балл уже она заработала. Видите, и сейчас непреднамеренное нанесение. Будем надеяться, что все хорошо. Уж очень рвется в атаку представительница Монголии. Монголку наказали, но то, что она, ну, там, не специально может ударила по лицу, да, и как бы это не в рамках правил, поэтому наказали, и вот, счет. Вот надо теперь партри надо работать времительно. Десять-пятнадцать секунд хотя бы, или хотя бы пять-десять секунд. Да, кто ж, как и не представитель единобор, знает значение секунд, значение времени, в принципе, когда выигрываешь, либо, наоборот, когда проигрываешь, нужно догонять. Когда выигрываешь, время... Очень медленно идет. Прямо стоит время, а когда проигрываешь, летит прям. Эти пять минут, они пролетают как пять секунд, да. Ну, последние 23 секунды, будем говорить, остаются. Здесь уж очень в глухую оборону уже ушла Гульдана Аль-Мухаммедова. Но пока что все верно, все хорошо получается у нее. 16 секунд, надо отстоять теперь. Два захвата, вот его отключить. Вот видите, сверху, вот-вот правильно сделал. Вот это не надо, вот в плотную борьбу. И все-таки поинтереснее борется, да, наша спортсменка, если даже по борьбе посмотреть, и арсенал ее, и то, как она обороняется, как контратакует. В принципе, можно сказать, что наша соперница, наша спортсменка наголо у вашей соперницы. Сейчас последние секунды. Ну, в принципе, уже, ну, сейчас предупреждение дадут. Один балл, три-два будет. За две секунды, в принципе, там не отыграет, я думаю. Ну, расслабляться нельзя ни в коем случае. А, все время, чемпионка мира. Поздравляем, поздравляем всех болельщиков нашего спорта, казахстанского, казахстанского самбо. У нас есть чемпионка мира, первый же день чемпионата мира в Ашкенте. Вот имя этой героини, Гульдана Аль-Мухамбетова. Молодец, поздравляем Гульдану, 54 килограмма весовой категории. Раньше было 52 килограмма. Если я не ошибаюсь, последняя чемпионка мира у нас в 2014 году в Японии, Нарита. Именно весовой категории 52 килограмма стала чемпионка мира Турмахангла Гаухар. И вот через, спустя 7 лет, да, 7 лет, вот, Гульдана стала чемпионкой мира. Молодец, Гульдана здесь. Ну, вот, эмоции она особо не выражает, настоящая спортсменка, да, все в себе. Ну, насколько я знаю Гульдану, она в жизни не такая эмоциональная. Все, что она показывает, она на говре. Да, она делом все доказывает, а так эмоции она лишний раз не показывает. Я ее хорошо знаю, она у меня, я когда был преподавателем в Академии спорта и туризма, я был у нее куратором, она у меня студенткой была, да, 4 года. И так, очень спокойно я там, без эмоций особо. Ну, и хорошо, что она все свои эмоции оставляет на ковре, все целенаправленно.